Добрый день! И у нас сегодня в студии совершенно необыкновенный гость, особый, владыка Августин. Мы знаем, что вы, владыка Августин, в представлениях не нуждаетесь, и мы не будем делать вид, что мы с вами не знакомы. Но, тем не менее, нас сейчас, возможно, слушают десятки тысяч людей по всей России, а может быть, даже и далеко за рубежом. И хотелось бы поговорить и о вас, в том числе представить главного нашего гостя, уважаемого владыка Августина. И, наверное, первый вопрос, который волнует любого человека, когда он так или иначе соприкасается с темой монашества и с темой, более того, епископства, вот этой сакральной темы. А как вы лично пришли к Богу? Мы знаем, что у вас была блестящая карьера в органах государственной власти, вы работали в иньюр-коллегии, открыты все двери, все, что угодно, молодой человек, прекрасное образование. Я знаю, что вы дружили с Владимиром Вольфовичем Жириновским в то время и работали вместе с ним. И вдруг такой перелом, да, такая вот точка бифуркации, вдруг вы принимаете монашество, и у вас открывает совершенно другой путь, путь служения Богу, путь служения людям. Как это произошло вообще? Как это возникло? Как люди это многие не понимают и не осознают вообще? Ну, в том вопросе, который вы сейчас задали, и ту тему и предмет, который обозначили, сразу же есть ответ. Одно дело, наша профессиональная деятельность, одно дело, наши отношения с кем-то в браке, например, а другое дело, сама природа человека, вот данной личности, данного индивида. Я помню, я учился, наверное, в третьем или четвертом классе, и мне пришлось жить на территории поселка, где работали, жили строители Московского государственного университета. Вот таких поселков было, четыре поселка, первая Раменко, вторая, третья, четвертая. И каждый день что-то происходило, и мы, дети, хорошо реагировали на это, мы знали, что происходило. Кого-то убили, кого-то зарезали, кого-то ограбили, кого-то изнасиловали, да, и мы в этой жизни участвовали. Из моих друзей, это было послевоенное время, я не помню редкие случаи, у кого были матери, отцы, бабушки, дедушки, например, да. То есть кто-то жил с теткой, кто-то жил там с дядей, с дедушкой, кто-то жил там и так далее, да. И вот я помню, я в третьем или четвертом классе зимой было, я шел, значит, через пруд, который замерз, естественно, зима была. И вдруг я иду и мучаюсь вопросом. Господи, как помочь людям, которые вот там такие, сякие, вот у них не складывается что-то в жизни. И вдруг мне ответ прям, я помню хорошо очень, в сердце моем, что, а ты станешь адвокатом. А я даже тогда не мог понять, кто такой адвокат. Что это вообще такое? Я говорю, а что это такое? А ты будь защитником людей. И на меня такое впечатление произвело, что я должен стать адвокатом, я должен стать защитником людей. И дальше мне добавляется еще, что люди не виноваты, что они такие. Вот условия жизни сделали их такими. То есть мне сразу подается уже, как выражается сегодня, платформа некая, на которой я могу построить всю свою жизнь. Что люди не виноваты вообще. Что-то есть иное, есть что-то другое. И вот такой момент. Поэтому, когда вы говорите о том, что я вот где-то работал, мне вообще слово работа, ненавижу это слово. Оно имеет корень раб. Мы рабы вот чего-то. Или где-то рабы. Да. Ну, труд, наверное, да. Вот труд. Мы трудимся где-то, да. На самом деле мы не трудимся нигде, не работаем нигде. Мы служим. Вот в данном случае я служил там в обкоме профсоюзов, работников просвещения, высшей школы, научных учреждений. Я работал пять лет с молодежью, например, да. Вот. Я работал в иностранной... Вот. Служил в иностранной юридической коллегии. Нас было 30 человек на Советский Союз. Я работал в Министерстве транспортного строительства, да. И где бы я не вот служил, это все время было служение. Я его всегда рассматривал как служение. Вот когда я с людьми разговариваю, я говорю, вы смотрели фильм такой-то? А человек говорит, да, я смотрел фильм. Я говорю, ну помнишь вот такую сцену? Нет, не помню. А вот такую сцену помнишь? А вот этот эпизод помнишь? Нет, не помню. То есть я заметил по жизни, что к чему бы я не прикасался. Вот даже мелочи, малейшие мелочи, которым я вдруг начинал прикасаться сам, сам, я делал все настолько ответственно, что какая-то во мне есть внутренняя, вот есть не то что мотивация, а некая сила, которая понуждает меня все делать вот на пределе ответственности, на пределе ответственности. И все время вот в этом служении, в этом служении. Часто люди спрашивают, как вы поживаете? Я говорю, вы знаете, я ни в чем не нуждаюсь. Вот у меня вроде там нет машины, нет же вот устойчивого жилья, у меня нет, я сегодня ничего не имею. Я ни в чем не нуждаюсь. Я никогда не ходил пешком, меня кто-то подвозил, я никогда не был голоден. То есть я заметил, что от меня требуется, чтобы я только служил, больше ничего. Вот я должен служить. Я не работать должен, я не должен трудиться, я должен служить. И вот это служение, оно вот обозначило тогда совершенно другие основания для этого служения. Вот вчера я исповедовал человека. И когда я исповедовал этого человека, я вынужден был слушать его примерно час. Он говорит, 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 бесконечно говорит. Я ему задал вопрос, только один вопрос только. Вот у тебя не осталось вины перед родителями? И вдруг это один вопрос, один из там 70-80 вопросов, которые я намеревался ему задать, он час только говорил об этом примерно. И то я его остановил просто. Я вижу, он просто говорит, он даже не слышит, что я его спросил. Он только услышал, вот родители, и начинает об этом говорить. Но он в круг, в предмет родителей такой круг обозначил. Он столько вел людей, с которыми якобы родители соприкасаются, и он соприкасается, и другие люди соприкасаются, что я вынужден был его остановить. И когда я его остановил, сказал ему, слушай, вот смотри, что от тебя сейчас требуется. Вот смотри, есть ты на земле как личность. Вот ты как личность. И есть кто-то, смотри, вот есть жена, например. Вот ты и жена, ты и брак, ты и твое здоровье, ты и твои родители, ты и друзья, ты и учителя, ты и соседи. И когда он понял, что от него нужно, вот правильная мотивация, правильная постановка была, все, человек успокоился и стал со мной разговаривать совершенно спокойно и нормально. И вот сейчас мы тоже начинаем вот этот разговор. Я не знаю, о чем он пойдет, как он будет строиться, да. Но вот в моей жизни, когда было положено кем-то явно не мной, вот мое служение в этой жизни, в этой земной жизни служения, вот там обозначились совершенно другие основания. И поэтому мне с людьми сегодня, ну я сказал бы, сложно очень, да. Потому что мне легко людей понимать, а людям со мной находиться очень сложно. Поэтому я, например, на сегодняшний день могу даже один факт привести. Я недавно одному игумену говорю в прошлом году. Говорю, хочешь, я тебе тайну открою? Он говорит, ну конечно хочу. Я говорю, ты знаешь, вот смотри, 34 года я в церкви, а со мной рядом ни одного человека нет, я один. Ты не задумался, смотри, меня знают миллионы людей, не то, что в России, там, допустим, да, или там, вот в церкви, миллион, а я один. Потому что со мной находиться очень сложно кому-то. Поэтому вот отвечая вот на то, о чем вы сейчас спросили меня, отвечая на это, вот начиная, я что-то приобрел другое, какое-то другое видение жизни, видение мира, видение событий. Это был, Владыка, вы помните этот день? Это был один день или это был длинный путь, к которому вы шли? И вот именно это стало таким спусковым крючком, что вы приняли все-таки это решение. Потому что сейчас у многих вопрос, у людей, мало кто вообще понимает тему монашества. Тем более сейчас, в современном мире, и тем более не понимает этих людей. Вот во многом сейчас, я знаю, общаясь с людьми, с молодыми людьми, у всех такое есть представление о том, что монашество – это люди, которые не реализовались в жизни, у которых ничего не получилось, не получилась семейная жизнь, что-то там разрушилось, не получились какие-то отношения, и вот он выбрал, куда идти. Вот пошел в монастырь, к примеру. И мы-то знаем с вами, Владыка, потому что мы знаем очень много других примеров, почему люди приходят к Богу. Но тем не менее, у людей сложилось такое представление. Вы написали, Владыка, книгу замечательную «Тайна монашества». Эта книга просто потрясающая. Я всем, пользуясь случаем, кто интересуется темой православия, интересуется темой монашества, рекомендую ее найти и прочитать, потому что там есть истории конкретных людей, почему они пришли, и там раскрывается «Тайна монашества». Вот скажите, Владыка, все-таки, как человек, практика этого процесса, как человек, который в России, один из немногих, создал точку возрождения монашества. Молодые люди, которые сейчас, кстати, находятся здесь за кадром, бросали все, бросали семьи, бросали дома свои, многие бросали карьеры, бизнесы, были успешными людьми, и вдруг принимали это решение вот здесь и сейчас, разом, во многом после встречи с вами. Вот скажите, в чем «Тайна монашества», в чем эта сакральная формула, этого монашества, особенно в современном мире, и чем отличался монах, есть ли различия, чем отличался монах в те времена, во времена, когда монашество только зарождалось, начальные века, к примеру, развитие, православие, созидание, и сейчас, в современном мире? Ну, так как мне приходится постоянно обращаться к истории народов, человечества, на планете Земля ничего нового нет. Если мы возьмем любое общество, будь это будет до Рождества Христова, до христианский период, или же берем вот период уже христианский, люди живут в одном алгоритме. И мы могли бы с вами построить, например, наш разговор на любом, скажем, уровне. Например, есть уровень бытовой, быт. И сегодня большинство людей очень много уделяют время бытовому уровню. И можно через бытовой уровень смотреть на мир. Можно смотреть через бытие, то есть через природную среду, через ее законы, объективные законы материального и честного мира. И тоже можно смотреть уже и на быт, и на государство, и на общество, и на брак, и на то же здоровье, но через природную среду, через ее объективные законы. Можно смотреть на все это и на природную среду, и на быт, и на брак, и на род, и на общество, и на общину, и на государство, и на человечество. Смотреть через сверхобъективный мир. И вот когда я знаком и с этим, и с этим, и с этим, и легко нахожусь вот в разных этих, скажем, пространствах, то представьте себе, как я смотрю на все, да? Я разговариваю с химиком, но если я разговариваю с химиком, в предмете химии столько специальностей, столько векторов, столько звеньев, только в химии в одной. А как же тогда мы говорим о воздухе? Там и химия, и физика, и биология, и математика. Как мы говорим о материальном и вещественном мире, где все это действует, все. Оно же не разделяется, оно же все соединено, все в интеграции, все в интеграции. А мы выбираем для себя в жизни какую-то узкую, узкую совершенно, вот, я уже не говорю даже специальность, просто узкий какой-то путь, узенький, который нам дает там, ну, например, зарплату. И эта зарплата позволяет нам вот организовать нашу бытовую жизнь, бытовую жизнь. Мебель, посуду, одежду, обувь, там, может быть, двух-трехэтажный дом. Это такой примитивный уровень, это такой уровень примитивный. И вдруг вы задаете мне сегодня тему монашества, тему монашества. Смотрите, если мы даже монашество будем рассматривать на бытовом уровне, да, то мы будем рассматривать монашество. Вот монахи одеты в такую одежду, например. Монахи живут, например, в монастыре. Монахи, наверное, питаются такой пищей. Смотрите, мы о чем говорим с вами. Это бытовой уровень. В чем они одеты, как они питаются там, да. У них там правило какое-то есть, там они там молятся, допустим, там и так далее, и так далее. Но это все какой-то уровень. Кому он будет понятен? А если мы посмотрим на монашество с точки зрения сверхобъективного мира, монашество же в церкви Бога, это как мы только вводим, мы говорим православная церковь, и люди понимают христианская церковь, христианство, православие. Смотрите. И вдруг мы говорим, церковь Божия. На земле есть церковь Бога. И на земле есть монашество, которое в этой церкви Бога занимает особое звено. Это особое совершенно звено. Бог призывает все человечество, которое каждый раз рождается на новом витке своей истории. Одни уходят, другие появляются, и всех к ним, как на бат, идет голос Бога Творца. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я с упокою вы». Смотрите. Потрясающе. Вдруг этот голос нам еще добавляет. «Будьте святы, яка я свят Господь Бог ваш». Какой быт здесь? О каком быте говорит? О какой профессиональной деятельности речь? О каких должностях в церковной иерархии? Или там в государственной иерархии? Да что? Здесь близко этого нет. Здесь что-то иное, совершенно иное. К чему нас не мотивировали, не ввели в эту тему ни учителя, ни воспитатели детских садов, ни учителя школ, ни преподаватели высших учебных заведений. А нам бы так не подавали материал жизни. Смотрите. Самая главная тема в нас. Мы родились в этот мир не по своей воле. И вдруг нам, нас не посвящают в этот мир, в эту жизнь этого мира. И тогда понятен ваш вопрос. Монашество. Да если мы сейчас с вами тысячи фильмов просмотрим, там о монашестве никто не вспоминает. Это не рабочая тема, это не рабочий предмет, которым бы сегодня интересовалось человечество. Поэтому, когда мы с вами можем сегодня также обратиться к государству, также мы можем обратиться к образованию, что такое образование, если мы посмотрим это на сверхобъективном уровне, на объективном уровне, тогда мы, эти предметы у нас совершенно будут выглядеть по-другому. Мы совершенно увидим все по-другому, оказывается. Вот люди, которые приходят с того света, когда они умирают, сегодня мы говорим, они умирают. Да никто не умирает. Умереть никто не может. Даже наше тело умереть не может. Оно состоит из 100 триллионов клеток, там, 650 мышц, допустим, да. Все это переходит в атомы, молекулы, все переходит в землю, откуда это тело взято, и продолжает существовать на другое, в других формах. Ничего не больше, не меньше. Но есть еще, отделяется некая часть из человека, который уходит куда-то в иной мир. Мы говорим, душа, которая переводится в наш язык жизнь, она уходит в другой мир. Смотрите, продолжение жизни, ничего не умирает. Закон сохранения энергии. Но предшествует этому. Смотрите, да, мы откликнулись на призыв Бога, придите ко мне все труждающиеся времена. Да, мы пришли к нему. Но многие пришли, остались, например, вне брака. Они просто гражданские люди, они стоят в храме. Другие в браке. Они люди в браке, они пришли тоже в храм. Они тоже откликнулись на призыв Бога, тоже пришли. Пришли профессионалы, смотрите. Пришел государь-император Николай II в храм. Пришла императрица. Пришли воины. Генералы пришли. Фильмаршалы пришли. Смотрите. Пришли учителя. Пришли философы. Пришли писатели. Смотрите. И вдруг, смотрите, мы вводим слово монахи. Никакого отношения никому. Никому. Значит, это что-то другое. Это не просто место пребывания того или иного человека в какой-то группе людей, которые называют себя монахами. Да нет. Мы возвращаемся к первому обращению к человечеству. Будьте святы, яка я свят Господь Бог. Ваш. И когда люди на бытовом уровне пытаются стать святыми, не получается. Когда они пытаются это сделать на профессиональном уровне, не получается. Да и в профессиональной деятельности даже нет такого запроса, вообще нет запроса быть совершенными. И потом, если мы даже станем совершенными, мы можем стать совершенными только в профессиональной деятельности. Если мы берем научную деятельность, там тоже речи нет о совершенно, о том, чтобы мы стали совершенными или святыми. Что мы можем сказать о Тесле? Что он святой или он не святой? Да нет. Мы Теслу знаем, потому что он совершил такие открытия и такие изобретения, которые сегодня даже, даже сегодня, через столько десятилетий после его ухода из мира, из этого, да, мы даже не способны осознать, а как он мог вообще это все творить? Даже если мы с вами сто раз побываем в этом музее Теслы в Сербии, он серб был, они его, конечно, очень почитают. Вот то же самое монашество. Мы понимаем сегодня монашество на бытовом уровне. Мы понимаем его на каком-то уровне, таком вот, на нашем уровне. Мы все профессионалы. Мы смотрим с точки зрения профессионала. Мы смотрим на монашество с точки зрения нашего образования. Мы даже не смотрим на монашество с точки зрения нашей культуры. Мы смотрим с точки зрения искусства, потому что мы путаем культуру и искусство. Мы путаем. Как мы путаем здравоохранение и медицину. Поэтому монашество – это попытка человека войти в совершенное состояние. И монаху легче это сделать. Ему не мешает жена, ему не мешают дети. Он не отвлекается. Он погружен только на своей личной природе. Вот это очень важный момент. А мы опять путаем с вами. Епископ-монах – конечно монах. Патриарх-монах – конечно монах. Игумен-монах – да. И мы начинаем рассматривать этого человека, который стал миссионером, например, или стал проповедником. Или стал старцем. Но мы уже ушли с вами от темы монашества. Вот, Владыка, кстати, вы сказали про старчество. Очень интересная тема. Те, кто давно следит за вашим творчеством и которые следят за вашими проповедями, а я знаю, что таких очень много и в России, и по всему миру, кто внимательно следит, узнает, что вы говорили некоторые вещи тогда, когда это было еще до специальной военной операции, до тех фундаментальных изменений, которые сейчас уже очевидно происходят в мире, до такого коренного слома, до ковида. Еще в тот период вы говорили некоторые вещи, которые сейчас начинают сбываться. С другой стороны, мы знаем пророчества старцев, те, кто люди, кто православные, кто изучает эту тему, кто погружается, прикасается к этой теме, прекрасно знают и пророчества Серафима Саровского, и Лорентия Черниговского. И очень многие сейчас задают вопрос. Ну вот сейчас, то, что сейчас происходит, и к вам это тоже обращается, потому что мы хотим услышать и ваше мнение на этот счет. То, что сейчас происходит, это уже последние времена, которые описаны в Откровении? Это уже конец? Или все-таки мир еще, ну, позвольте такую грубость, художественный прием, или еще мир потрепыхается, и есть шанс на то, что, ну, в частности, Россия, например, покажет некий особый путь, Россия как страна, как страна святая, и это, кстати, тоже в ваших проповедях было, что у России особый путь, и что Россия это такой монах, если говорить про страны, то это такой монах внутри всего мира, который может путем собственной иногда даже жертвы, да, потому что Россия каждый раз, в мировые катаклизмы, берет на себя грехи всего человечества, искупляет эти грехи человечества, начинается какой-то новый период, которым рождает Россия. Так ли это? Или мы сейчас видим, ну, некий такой коренной слом, что произошла какая-то точка бифуркации, и что эта нарастающая, вот эта тенденция негативная по разложению мира, да, она необратима? Или все-таки Господь по своему милосердию может дать шанс, и в том числе шанс через Россию всему миру? Вот какое мнение ваше на этот счет? Ну, очень много вы предметов затронули одновременно. То, что вы употребили столько слов, они очень важны, очень значимы. Ну, вот, когда к оптинским старцам приходили люди, они говорили этим людям какие-то, ну, скажем, выражаясь предсказания, даже в личном плане, там, тому же Леонтьеву, философу, например, да, или там кому-то еще, они говорили это настолько ясно и понятно, что человек даже не мог поверить в то, что вот это свершится. Но они говорили просто вот. Они вот обладали чем-то. Смотрите, в какой профессиональной деятельности мы с вами увидим то, что я сейчас вам скажу. Бог говорит «Блаженны чистые сердцем, якоти и Бога узрят». Смотрите. Где есть предмет в каком-то учебном заведении по очищению сердца? Где есть какая-то методика в системе медицины, которая очищает сердце? И мы видим с вами, встречаем людей вообще, которые не имели никакого образования. Профессиональное образование, которое у нас появилось, это вот 19-20 век. Конечно, и при Владимире Равнопостольном уже было образование, и в той же Римской империи уже было образование. Это понятно. Но вот такое образование, как сегодня у нас, такого образования, скажем, вот не было в те времена. В те времена такого образования не было. Было другое образование совершенно. Но нигде мы не видим с вами темы очищения сердца. Смотрите, что Бог творит. Он говорит, сердце нужно очистить, и тогда вы увидите Бога. Попробуйте очистить сердце, находясь в гуще событий, находясь в профессиональной деятельности, находясь в брачной семейной жизни, находясь в урбанизации, в большом городе. Попробуйте очистить сердце. И опять мы с вами говорим о том, да, люди уходят из мира, принимают монашество, но они не доходят до пути очищения сердца. Вот в чем дело. Они просто одевают на себе одежды, они живут на этой территории, на этой замкнутой территории. Они называются монахами, потому что они прошли посвящение на уровне таинства, на уровне вот совершенно не священного действия, да, которое совершает над ними некто, да. Но они еще не стали на путь очищения сердца. То есть путь монаха не вовне, а внутрь себя. И вот вы уже употребили слово старцы. И вдруг в какой-то момент кто-то или кому-то говорится, кем-то, кем-то, что ты должен уже заниматься народом. Ну, например, Серафим Саровский скрывался все время, он скрывался, да. Он жил в отшельничестве. Вот это монах. Причем монах, который сумел вот уже в недавнее от нас время повторить практически все подвиги, которые были в монашести древности. Вот как могло так случиться, что именно на Руси этот человек жил? Не случайно и Серафим Саровского знает весь православный мир и, конечно, все монашество знает. И вдруг он, человек, который не то, что он уходит от людей, он ушел даже из монастыря. Ушел. Он попросился, чтобы уйти даже из монастыря. И его благословляют уйти из монастыря. Но когда он ушел, он ушел даже живя в своей келье, живя на своей территории, отдельно совершенно от всех. Он даже здесь скрывается. Смотрите, если он в лесу или где-то там на тропинке увидел каких-то людей, которые идут навстречу ему или где-то, он ложился глубоко в землю, на землю, чтобы никто его не видел, чтобы ни с кем не соприкасаться. Так он дорожил вот этим одиночеством. Я недавно с одной девушкой разговаривал и говорю, ты знаешь, мне, говорю, так хорошо быть одному. Потому что, когда я один, я знаю, что нужно делать, как себя вести, как что. Вот это вот я знаю, я так дорожу одиночеством. Так замечательно. Вот лучшее время. И я хорошо понимаю вот тех, кто ушел вот скажем в настоящее монашество, в это путешествие внутрь себя, понимаете, по очищению себя. Иоанн Лесичник, например, да, который прожил 40 лет там, вот один прошел, вот он ушел там в 30 лет, а вернулся опять в монастырь в 70 лет, когда ему было. Но он вернулся совершенно другим человеком. Вот мы хорошо видим Иоанна Крестителя, мы видим. Вот ангела пустыни, понимаете, родоначальника фактически монашества. Смотрите, мы видим, что это за их, кто это. Да он пришел на одно мгновение, на одно мгновение, он пришел на одно мгновение встретить Христа, совершить таинство, которое он совершил, положив начало, Христос положил начало, вот скажем, церкви, действию церкви Божией на земле, вот через это таинство вот крещения. Все. Еще мгновение и Иоанн Креститель уходит из этого мира. Это вот настоящий монаш. И вот эти общинские старцы, которые говорят, нам все открыто, нам все открыто. А как может быть все открыто? Если мы будем знать только законы физики, химии, биологии, этого достаточно, чтобы жить в этом мире? Нет, недостаточно. Потому что это тоже подвержено какому-то плану, какой-то программе, которая не на этом уровне совершается. И поэтому мы на сегодняшний день говорим, ну, мы говорим там последние времена или не последние времена, последние времена они всегда были. Вот сегодня день заканчивается, да, день заканчивается. Вот и последнее время. Мы знаем, что завтра будет, мы не знаем, что будет завтра. Когда я ложусь спать, я знаю, что я умираю. Я собой не владею. Люди в июне месяце легли спать в России в 41-м году, а ночью в 3 часа 15 минут началась война. В Армении люди легли спать, а ночью началось землетрясение. И многие не проснулись. Поэтому я понимаю, что ночь, сон – это смерть. И я утром встаю, и я говорю, Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Избави меня от врагов, видимых и невидимых. Понимаете? Все. Потому что я начинаю новую жизнь, вот новый день. Вот этот день уже никогда не повторится, он не будет похожим на то, что было до этого. Я даже говорю, смотрите, все, что было до сегодняшнего дня, уже прошло. И назад никогда не вернется. А то, что будет завтра, мы не знаем. Нам нужно лечь спать и проснуться. Вы смотрите, какой тайный мы прикасаемся. Все две тысячи лет, все две тысячи лет с момента вознесения Господа Иисуса Христа, Бога Человека Христа, вознесения туда, откуда Он прибыл, вот на нашу живую планету Земля, уже начали говорить о конце. Все уже апостолы ожидали окончания. Уже апостолы не сомневались в том, что они уже увидят конец. Все. И каждый новый виток, каждое новое поколение говорит, сегодня, может быть сегодня, но уже сегодня. Через какое-то время поняли, что сто лет проходит, когда вот сто лет что-то происходит. Потом говорят, да нет, тысячи лет когда происходит. Вот это да. Из одного тысячелетия входим в другое. Это тяжело, это сложно. Дают доказательную базу того, что подтверждают. Да, смотрите, какие события каждые сто лет происходят. Но это не в нашей силе. Мы можем видеть Бога, как Он есть. Мы можем Его видеть. Хотя сказано, что никто Бога не видел. Мы видели Бога Человека Христа, который сказал, во мне Отец и я в Отце. И мы через Него представляем себе Бога вот таким, каким мы видели Христа, потому что Бог есть Дух. Это не дедушка с бородой. Но мы с вами сегодня говорим о другом. Да, мы видим Бога, мы можем видеть какие-то события, но окончательные события, что должно произойти, это нам не дано. И уже тайна этого заложена в апокалипися. Да, Бог нам открывает, что будет на земле в истории Бога. вот есть история человека, какой-то личности, есть история рода какого-то, есть история какого-то народа, есть история человечества, а есть история человечества по Богу. Вот история человечества по Богу это апокалипсис. Смотрите, вдруг в нашей жизни происходит нечто, вдруг кто-то призывает какого-то человека, которого мы называем пророк, и вдруг ему говорит, скажи вот это, и ему вкладывается в душу то, что он должен сказать. Он даже не может уклониться от этого. Некоторые люди, которых мы называем пророками, хотели убежать от воли Бога. Они хотели спрятаться от Бога. Они хотели уйти от этой воли, не исполнять ее. Ничего не получается. Но им было дано только вот нечто. Маленький какой-то отрезок, маленький отрывок, маленький эпизод только этой истории. И когда сегодня мы вдруг беремся публично заявлять о каких-то событиях истории, тем более окончания, мы не можем этого сказать. И вот обращаясь к апокалипсису, где нам Христос дает, смотрите, время Нового Завета, Нового Времени – это особый период. Бога никто не видел. Смотрите, где-то он был. Да, он избрал Авраама. Да, он избрал Моисея. Да, он избрал Аарона. Да, он избрал Ноя. Где-то он есть, Бог, где-то он есть. И вдруг рождается Бог на земле. Он живет в образе человека. Он живет маленький, малюсенький период. Он живет три с половиной года в проповеди. Всего три с половиной года. Смотрите, вы задумайтесь только. Сегодня каждый человек разумный на земле должен задать себе вопрос. Три с половиной года человек всего проповедовал. Три с половиной года жил среди людей где-то, где не было микрофонов, где не было телевидения, где не было средств массовой информации, где не было интернета. Посмотрите. Этот человек не написал ни одной книги. Этот человек не оставил нам какие-то свои писания, как оставили мудрецы Востока, Запада. И вдруг сила его слова такая мощная, что две тысячи лет только он и обсуждается. Кто-то понимает его, кто-то не понимает, кто-то... Но все прикасаются к нему. И сегодня на планете Земля нет человека, кто не знал бы Бога-человека Иисуса Христа. Может, завтра быть в исламе очень много людей. Может быть, завтра будет в буддизме людей кто-то. Появится у них какой-то проповедник и придут туда много. Но кто может сравниться с Христом? Кто может с Ним сравниться? Какой философ, какой мудрец, какой ученый, какой лауреат Нобелевской премии? И вот Он все время есть, Он все время с нами. Он все время живет в этом мире, Христос, и все время говорит проповедь. Он все время говорит, и говорит, и говорит. Он продолжает говорить свою проповедь. Знаете, на каком уровне? На уровне толкователей. Те, кто его читают, начинают толковать. А вот так, наверное, Христос вот это имел в виду. Вот это. Он продолжает говорить. С ним спорят. На него ссылаются. Его отвергают. Его считают ложью. Но все говорят все о нем. И незаметно для себя погружаются в тему христианства. Да, эти сегодня люди не поняли что-то. Эти люди сегодня что-то не осознали. Эти люди что-то не так трактуют что-то. Но они уже пришли к этому. Да, и история апостола Павла об этом говорит. Да, не только апостол Павла. Того же Фомы. Того же Фомы. Да, других апостолов. Когда Христа арестуют, все они разбегутся. Они же все его оставили. Они все его оставили. И благую весь его воскресенье из мертвых нам не апостолов принесли, а жены мироносицы. И в частности Мария Магдалина. Поэтому мы на сегодняшний день, если рассматриваем христианство с точки зрения бытового сознания или бытийного сознания, как это делают физики, химики, биобиологи, математики, тем более математики, что они могут? Но опять мы говорим, смотрите, мы точно говорим. Мы окончательно говорим. Да нет, не окончательно говорим. Были математики и христиане? Да, конечно. Были физики и математики? Христиане? Конечно. Были монахи, физики, химики, биологи? Конечно, были. Были императоры, монахи? Конечно, были. Смотрите. Человек ставит монашество выше высшего служения своему народу на уровне правителя. Посмотрите. Это же потрясение, к чему мы прикасаемся. И эти люди, которые уходили в монашество, им предлагали вернитесь назад. Нет, не вернемся. А некоторым монахам предлагали стать епископами. Они отказывались. Они убегали. Да тоже Сергий Радонежский, которого митрополит Алексей Московский, митрополит, готовил на свое место. Он сказал, если будешь настаивать, я вообще уйду и исчезну. Как они дорожили монашество. Настоящее монашество. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что мы в конце стоим, мы стоим уже в окончании вот этого периода, а кто весь? Весть только Бог. И когда нам Бог дает апокалипсис, где он дает историю, что будет происходить на живой планете Земля, какие события будут происходить, что он нам не дает? Он не дает нам сроков. Да, события будут происходить. И они происходят безусловно. Без всяких условий они происходят. Но когда они происходят? И произошли ли они уже? В какой книге апокалипсиса мы сегодня живем? Столько толкователей апокалипсис. Сколько людей говорили, первое тысячелетие окончится, и все. Больше уже второго тысячелетия не будет. А сейчас уже, смотрите, уже 24-й год. Мы видим, что все продолжается. Меня настораживает в этой теме только один момент. Человечество до XIX века, до начала английской промышленной революции, оно еще жило в природной среде. Вообще, лучшее время человечества в Средневековье. Это хорошее время было. Люди жили в природной среде. И то, что мы видим в греческих городах, полисах так называемых, это другие города было. Это все другое было. Но вот когда начал шествовать по миру капитализм, когда начала шествовать промышленная революция, это из двух векторов капитализма. Банковский капитализм и промышленная революция. Вот это капитализм. Вот это уже признак явного совершенно наступления апогея апокалипсиса. Потому что что сделала промышленная революция XIX век, XX век, вот теперь уже XXI век? Вот что она сделала с человечеством? Она человечество направила против живой планеты Земля. И сегодня несчастное человечество, которое эти капиталисты выучили в своих учебных заведениях, по своим программам, сегодня это человечество даже не понимает, что оно делает. Оно забирает у тела живой планеты Земля, у тела, то, что принадлежит телу живой планеты Земли. И если у этого тела не будет вот этих веществ, не будет вот этих элементов, не будет вот этого количества атомов, молекул, не будет вот этого качества, которые должны обладать вода, воздух, земля, всё, мы не сможем просто жить. Вы много раз говорили о том, что вот то накопленное, накопленное, это запомнилось, кстати, в проповедях, накопленный ядерный потенциал в том числе. То есть когда-то это всё рано или поздно сработает. Ведь известно, да, что если на сцене висит ружьё, то в третьем акте оно обязательно выстрелит, да. И это процесс, да, да, и это процесс некий апогея этого распада. То есть человечество встало на путь вот этой программы самоуничтожения. Причём и на личностном уровне, и на уровне среды обитания, планеты Земля, и на уровне даже уничтожения, то есть программы против Бога. Потому что мы видим, что происходит, когда пестуется такая идеология трансгуманизма. Когда уже человек по своему великой гордыне, да, по своей великой гордыне уже заходит за пределы неких сакральных пространств, которые очертил для себя Бог. Это тайна создания человека, да, тайна жизни за счёт вот всех этих технологий клонирования, ЭКО и прочих. Сейчас мы понимаем, что человек заходит уже на тему микромира, да, это атомная энергетика, да, ядерная энергетика, это уже распад, распад даже этой природной среды, даже до элементов, да. И вот сейчас человек уже явно погружается в состояние, когда лишает себя сейчас ещё и важнейшей функции, потому что Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, да. И обладайте землёй. Да, и обладайте землёй. И сейчас человек самостоятельно от этого отказывается. Вы знаете, вот то, что я думаю, что многие видели, да, или, может быть, и вы тоже соприкасались, по крайней мере, вам это рассказывали, про Олимпиаду, открытие Олимпиады, и вообще всё, что происходит на Олимпиаде, когда, значит, там, Международный Олимпийский комитет не может определиться, кто это, женщина или мужчина, да, доходит вплоть до этого. Когда мужчина бьёт женщину публично, ему вешают за это медальки. Когда, значит, соревнуются уже, допустили уже людей, значит, там, трансгендеров. То есть мы понимаем, когда на открытии Олимпиады фактически происходит такой гимн, парад вообще нетрадиционных ценностей, да. Одновременно с этим мы видим, что в России обратились к теме демографии. Возможно, что обратились не так раньше, как мы бы это хотели, потому что мы помним, что вы в проповедях тема демографии, тогда, когда ещё никто об этом не говорил, кстати, в России это была тема какая-то, ну, так, периферийная, но вы её всегда ставили во главу угла, вы говорили о том, что нужно обратить внимание на тему демографии. В широком смысле слова, как вы её понимали. Это ещё было 10, там, 15 лет назад. И вот сейчас, в этом году в России приняли год семьи, утвердили указом президента. 8 июля был замечательный торжество, совершенно по-особому мы отпраздновали в России день семьи, любви и верности святых Петра и Февронии, да. Мы видим, что это, ну, давайте я скажу так очень грубо, опять же, для того, чтобы для красивого словца, для художественного приёма, что это стало модным, да, быть вот таким семейным человеком. Сейчас губернаторы фотографируются вместе с семьёй, рассказывают о том, что они семьянины замечательные, прекрасные. Хотелось бы узнать ваше мнение, Владыка, по теме демографии, потому что мы знаем, что у вас глубочайшее в этом отношении познание, вы совершенно по-другому воспринимаете тему демографии, что это не только государственные программы, связанные с финансированием, материнским капиталом, безусловно. Как вы это представляете, тему демографии, что необходимо сделать сейчас на государственном уровне, на уровне образования, на уровне культуры, чтобы мы преодолели тот кризис, который очевидно, вот сейчас там коэффициент, я точно не помню цифру, да, но коэффициент рождаемости 1,3 или 1,4, как и в Западной Европе. Президент сказал 1,31, 1,3. Да, а мы должны поменьше... Песков сказал 1,4. До 2030 года построена задача хотя бы, хотя бы, хотя это не решает проблему воспроизводства населения даже, но хотя бы до 1,7, но мы понимаем, что сейчас пока, пока те тенденции, которые есть на сегодняшний момент, говорят о том, что пока эта программа буксует, пока не получается. Да, титанические усилия, да, государство вкладывает, да, государство обратило внимание, слава богу, и мы благодарны всем президенту, что он обратил внимание, что он эту тему поставил главной в своем федеральном послании, послании всем органам власти. Но есть ощущение, что не все понимают глубины этого посыла, и сейчас пока нет правильной стратегии и программы демографической в России. Что вы считаете на этот счет? Как вы думаете, как мы должны выстраивать эту политику демографическую? Мы понимаем, что там, кстати, темы не только, там еще и темы миграционной политики, да, и замещения коренного населения. Мы понимаем, что это происходит. Это происходило все 90-е, 2000-е годы, когда вместо коренного населения нам завозили совершенно неконтролируемым образом на миграционные такие потоки. Все это мы видим в Западной Европе, когда там уже апогей, вот в той же самой Франции. Я думаю, что для каждого правителя есть три фундаментальных темы, которые вообще есть некая оценка его вообще качества управления или качества управления. Эта территория, как она возделывается, как она защищается, как она расширяется или она уменьшается в период правления данного правителя. Кому бы мы ни обращались. Вторая тема, фундаментальная для любого правителя, для любой формы правления, это тема народа населения, своего народа населения. То есть тема демографии. Демос, народ. Поэтому тема демографии. И третья тема, это безопасность. Тема безопасность. Для территории, для своего народа. В первую очередь нужно обеспечить безопасность. А вот здесь на каком уровне? На каком уровне? На уровне, например, средств государственной безопасности. То, что когда-то было КГБ, сегодня ФСБ, допустим, да? На уровне разведки. На уровне Министерства обороны. На уровне МЧС. На уровне полиции. Министерства внутренних дел. На каком уровне? Поэтому, когда мы с вами подходим к любой теме, к любой теме, которая есть, нельзя ее рассматривать узко. А мы сегодня нас приучили рассматривать узко, потому что мы готовимся специалистами в узкой сфере. И мы не можем за это клише выйти. Почему сегодня с людьми очень сложно разговаривать? Потому что они, такой у них узкий профиль. В их деятельности, который им дает хорошую бытовую, в общем-то, жизнедеятельность. Качество жизни прекрасно дает. Но эти люди ничего не знают. Они вообще ничего не знают. А вот перемещение, малейшее перемещение в другую сферу, они уже ничего не понимают. Поэтому, когда мы говорим о демографии, когда мы говорим о... Это не только комплексный, это системный подход. Системный подход. Это не узкий момент. Я посмотрел, конечно, огромное количество программ. Я, конечно, посмотрел национальные программы по демографии. Указы президента, естественно. Не только по нашей стране, по Японии, например, по Китаю, по тому же, допустим. Смотрел последний съезд Компартии Китая, допустим, что они в этом плане планируют, допустим, для себя. Потому что у них очень старое население. Очень в Китае очень старое население. Потому что у них до недавнего времени разрешалось не больше одного ребенка в семье, чтобы было. В браке не больше одного ребенка. Вот сейчас, вот несколько лет назад, только разрешили им иметь больше немножко. Все, омоложение. Китай омоложение будет, да? Полтора миллиарда людей живет в Африке. Там свои тоже вопросы. Столько государств, которые решают по-своему, да? Поэтому вопрос демографии... Я сейчас вам два слова скажу. Не с точки зрения, что я книги какие-то почитал. Или имею статистику какую-то. Это уровень бытовой. Это уровень, настолько примитивный уровень, да? Я вам скажу другое совершенно. Что модель нашей епархии, модель епархии, которую я возглавлял 10 лет, она имела цель отработать модель демографии. И показать его государственной системе, что можно сделать сегодня без денег. У нас не было ни копейки денег. 69 программ, которые я пробировал за 10 лет, 69 программ. Все были направлены на то, чтобы изменить демографическую ситуацию. Потому что сегодня 69 регионов России, везде смертность и выше рождаемость. Без войны. Без войны. Сегодня больных больше, чем здоровых. Сегодня абортов больше, чем рожденных детей. Сегодня разводов больше, чем браков. И первый вопрос, первая тема, с чего начать нужно ответ, я задаю вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто нас готовит для врачной жизни? Я недавно выступал перед учителями. Одного уникального учебного заведения. 62 человека было заучивали. Заведующие детскими садами. Которые входят в одну систему одного учебного заведения. Школьного учебного заведения. Да. Я им говорю, чем брак отличается от семьи. Они не могут ответить. Если вы послушали, что они говорят. Я задавал им вопрос, что такое образование. Они не могут сказать, что такое образование. Поэтому вот на каком уровне мы говорим. А теперь зададим вопрос. Есть ли какой-то предмет в стандарте образования, в стандарте здравоохранения, который нас готовил бы для будущей брачной жизни? Есть ли у нас об этом прописано в Конституции, в основном законе, которым руководствуются все министерства нашей Российской Федерации? Поэтому мы на сегодняшний день находимся вот в таком состоянии. А дальше мы можем говорить, сколько там добавить на одного ребенка, на двух детей. Это уже совершенно... Это арифметика. Это даже не математика. Это арифметика. И через это мы никогда не изменим ничего. Какой смысл рожать детей больных? Потому что я тоже этим интересуюсь. А какие дети рождаются? Я одну девушку спрашиваю. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя было партнеров? Она говорит, 726 человек. Мы можем предложить тем, кто нас слушает сегодня, чтобы они своего сына отдали в мужья вот этой девушки. Будет 727. В кого этот ребенок будет, который родится? А мы в целом говорим о демографии. Какие родятся дети? Я имею опыт, когда я встречал женщин, которые совершили 20 абортов. 30 абортов. Одну женщину я встретил, которая совершила больше 40 абортов. Она убила больше 40 детей, а родила только одного ребенка. Этот ребенок достиг определенного возраста, чуть больше 20 лет, и фактически покончила жизнь самоубийством. Потому что он родился от матери, которая убийца. А он был в браке. Поэтому вот к какой теме мы относимся сегодня. Вот к какой теме. Когда я имел дело с людьми в колониях. Когда я видел людей в экстремальных ситуациях. Когда я был в больницах, где люди вообще находятся на краю жизни. Они молодые люди. Поэтому здесь вопрос не в том, что сколько мы родим детей. Каких родим детей? Это же тоже. Тогда, если мы зададим вопрос, о каких нужно рожать детей. Тогда нужно пересмотреть качество продуктов, которые продаются сегодня в магазинах. И сегодня многие замечательные люди. Я смотрю их репортажи. Они сегодня прошли по магазинам. Приобрели продукты. Купили эти продукты. И разложили эти продукты. Из чего они состоят. То есть мы сегодня имеем производителей. Членов нашего общества. Граждан нашего государства. Которые заведомо своему населению продают продукты, непригодные для употребления. Поэтому тема настолько комплексная. Она требует такой проработки. Государственная дума с этим не справится. И если даже пригласят каких-то специалистов сегодня, которые работают в стандартах своих ведомств, они не могут выйти за пределы этих стандартов. И они нам не дадут полноценной, объективной реальности того, что нужно. И потом, какой смысл спрашивать людей о том, каким должен быть брак или семья, у которых самих браки не складываются. У которых нет семей практически больших, например, полноценных. И то, что мы сегодня уже сократили многодетную семью до трех человек, допустим, но это для России позор. Почему позор? Да потому что мы единственный народ на планете Земля, который имеет территорию, который не имеет ни один народ в мире, 17,5 миллионов квадратных километров. Эта территория напичкана природными ресурсами. Мы самообеспечены. Мы ни в чем не нуждаемся. У нас все есть. Бананы? Ну, можно и без бананов пожить. Пусть их едят те, кто произошел от обезьян. Поэтому сегодня мы находимся в прекраснейшей стране, на прекрасной территории, где мы можем иметь все буквально. И уж, конечно, наверное, живые природные ресурсы продавать за границу, мы могли бы из этих природных ресурсов сами что-то для себя делать. Господь нам их дал. И мы могли бы сегодня довести наше население до той цифры, которая была обозначена в 1913 году, когда была создана комиссия по демографии императором Николаем II, которую возглавил Дмитрий Иванович Менделеев. И тогда уже говорилось о том, что к 2000 году в России уже должно быть 300, 400, 500 миллионов человек. Где они, эти миллионы? Где они? Поэтому для каждого правителя, тем более для Государственной Думы, для Совета Федерации, конечно, в первую очередь, как вот законодательных таких органов, в первую очередь, для системы здравоохранения, конечно, мы должны подумать о том, чтобы у нас была на первом месте экология, как положено, понимаете. Потому что я проехал весь Советский Союз в свое время. Сейчас я проехал огромное количество наших территорий. И я видел некоторые территории, где жить не просто сложно, где будут рождаться ненормальные, то есть не в норме дети. Вот о чем разговор идет. Поэтому сегодня, на сегодняшний день, это не просто государство, это супергосударственная программа. Супергосударственная проблема демографии. Возможно ли, владыка, это решить только методами государства и государственной власти? Или все-таки эта тема уже больше и касается, в том числе, подключения модели церкви туда? То есть мы говорим о том, что необходима именно концепция Святой Руси, когда мы говорим о том, что государственная власть дает некий каркас, монолит, то есть, да, остов, скелет. Но этот скелет наполняется живой силой, живой энергией, которая как раз заполняет вот те сейчас сферы, про которые вы говорили, которые находятся вне поля зрения государства. Поскольку мы сейчас понимаем, что у нас в Конституции так или иначе пока еще действует принцип, что мы светское государство. И когда говорят о том, что церковь заходит, начинает более активно заходить на какую-либо территорию, к примеру, да, то очень часто, в том числе и Русской Православной Церкви, зачастую показывают ее место, говорят, нет, вы это просто общественная организация, у вас такой статус. То есть возможно ли сделать эту демографическую программу, реализовать ее без захода на поле души человека, а душой государство не занимается. Когда у Христа спросили, да, законники его искушали, когда вот эта известная евангельская история по поводу «отдай Богу Божий, а кесарю кесарево». Монета. Да, то есть монета — это кесарево, вот это государство, а Богу Божий. То есть вот то, о чем вы говорите, это, ну, как заставить предпринимателей, да, учитывая, что мы находимся в формате рыночной экономики, быть честным. Да, вот поскупиться своей прибылью, но давать хорошие продукты, чтобы быть честным перед Богом, нести ответственность за это, да. Как это сделать без вот этой темы, да. То есть мы тогда выходим за пределы чисто государственных программ и подходим к теме Святой Руси, концепции Святой Руси, что это возможно только в формате некого дум-верата властей. То есть это государственная власть и светская власть, и власть церковная, которая должна заниматься как раз народонаселением, качеством народонаселения, потому что это концептуальная вещь, которая касается всех сфер и средств жизни. Мы на сегодняшний день находимся, скажем, в эффекте психической реакции. Мы сейчас говорим о том, что есть. И мы в нашей терминологии, в нашем языке употребляем то, что нам привычно. Мы даже говорим, например, церковь, допустим, там, вот, светское государство, там, и так далее, и так далее. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно отойти в сторону и подойти к машине. Вот стоит машина. И мы спрашиваем водителей. Скажите, водитель, вы водитель, это ваша машина? Да, это моя машина. Она у вас в движении? Да, моя машина двигается. Она исправна? Да, она исправна. Она хорошо двигается? Да, она очень качественно работает. Почему она качественно работает? Потому что тот, кто сотворил эту машину, это был проект этой машины, да, это были инженерные разработки, да, это была огромная проработка до того, как создать эту машину. И когда все создано было с этой машиной, с этим самолетом, с этим танком, этот танк, этот самолет, эта машина начали двигаться. И они неисправно работают. И тот, кто этим пользуется, говорит, все прекрасно. Но мы эту же машину, этой же марки, видимо, она стоит. Или же мы приходим на свалки в Америке, в Соединенных Штатах Америки, где огромное количество свалок, брошенных машин, и мы видим эту же модель. Мы видим эту же, вот такую же машину, которая лежит здесь. А что эта машина лежит? Почему она не едет? Да вы знаете, вот здесь не хватает этого, здесь нет. И мы пришли к выводу, что не стоит ее ремонтировать, потому что лучше ее выбросить. Мы сегодня не задаем вопрос, кто сотворил живую планету Земля? Кто автор вот этой живой планеты Земля? Кто сотворил человека? Он сам себя сотворил. Мы сами родились в этот мир, мы сами выбрали Россию, а кто-то выбрал Испанию сами. Мы говорим, я хочу родиться в Испании, а я хочу родиться в Уганде. Я хочу иметь черный цвет кожи. Так вот, на сегодняшний день мы выходим к самому началу. Вот тот, кто сотворил этот мир, тот, кто сотворил, он нам дал качество. Вот это качество он заложил в заповеди. Смотрите, он говорит, будьте совершенны, ибо совершен Отец ваш небесный. Смотрите, будьте святы, яка я свят Господь Бог ваш. Смотрите, что еще добавляет? Без меня творить ничего не можете. Ничего не можете. Смотрите, мы дергаемся, что-то пробуем, что-то, а у нас ничего не получается. Посмотрите, сколько империй было, посмотрите, сколько программ было, сколько разработок, наработок, сколько идей было каких. Ничего не получается. Мы, безусловно, совершенно двигаемся к какому-то концу. Мы чувствуем, что мы двигаемся к какому-то концу. Так вот, прежде чем говорить о том, водить церковь, не водить, что делать с этой демографией, как, мы должны задать изначальный вопрос. Вдруг, смотрите, вдруг приходят к власти материалисты, которые говорят, вы знаете, никакого духа нет. Нас дух никакой не интересует. Мы интересуемся только тем, что мы видим, слышим, то, что мы видим в микроскопы, или то, что мы видим там в какие-то другие приборы. Это что такое? Больше мы ничего не видим. Мы видим с вами воздух. Вот мы же дышим воздухом, мы же не видим воздух, правильно? Мы задаем вопрос. Мы видим ум у нас? У нас есть ум или нет? Мы говорим, есть ум. Мы видим ум? Нет, мы не видим его. Мы много что не видим. Поэтому речь идет о чем? Значит ли то, что мы не видим, этого нет? Это же не значит. Поэтому первое, если мы говорим о машине. Она в таком-то качестве, или не в таком. Мы говорим, если там все на месте, все есть, значит, все нормально. Если человечество болеет, значит, что-то ненормальность. Что-то не хватает. Если человечество преступности, такая большая преступность, значит, что-то ненормально. Если в человечестве такая агрессивность, значит, что-то ненормально. Что-то тревожит людей. Если в человечестве такой блуд и разврат, значит, что-то ненормально. Если в человечестве появляются личности, которые говорят, да нет, никаких мужчин и женщин нет, должно быть оно, значит, что-то не совсем нормально. Если человек летит на задание с двумя атомными бомбами и бросает на живых людей, что-то ненормально. Если мы сегодня накопили оружие, которое может разрушить нашу уникальную живую планету Земли, что-то ненормально. Если мы сегодня в море, в котором завтра будем купаться, выливаем отходы города ночью, я прихожу ночью на берег моря, дышать нечем. Потому что сбрасывает в это время все отходы города, что накопилось, понимаете, сбрасывает. А завтра дети будут плавать здесь, купаться и будут пить эту воду, глотать эту воду и травиться этой заразой. Значит, что-то с нами ненормально. Если я сегодня нахожусь как чиновник на служении своему народу через государственную систему, и в это время занимаюсь воровством и кражами, которые мы называем коррупцией, значит, что-то во мне ненормальное. Я ненормальный. Какая-то есть ненормальность. Вот о чем идет разговор сегодня. Поэтому сегодня мы говорим, что надо прислушаться к воле Бога. Без меня творить ничего не можете. Я есть путь и истина и жизнь. Смотрите, Бог говорит, я жизнь. Бог и философам говорит, я истина. Что вы ищете истину? Я истина. И когда Пилат задает Христу, что есть истина, он задает этот вопрос на уровне философов его времени, что есть истина. Христос даже ему не отвечает. Потому что перед этим, когда Христос проповедовал, он сказал, я есть истина. Я есть путь. Я есть жизнь. Ничто, а кто есть истина. Бог есть истина. Бог есть правда. Бог есть жизнь. Поэтому, чтобы изменить демографию, чтобы изменить брачно-семейную жизнь, чтобы ввести и вернуть ответственность, чтобы вернуть внимание, вернуть память, вернуть рассуждение, вернуть творчество. Все, чтобы вернуть нам это, нам нужно вернуться к Богу. И когда в нас будет то, что сегодня отвергнуто, конституция ей, то, что отвергнуто системой образования, через стандарт образования, то, что отвергнуто сегодня здравоохранением, а еще точнее медициной, через стандарт медицины, что отвергнуто? Благодать Святаго Духа. Ее нет. Я больной был человек? Да, я больной. Я из армии пришел. Я из больниц не вылезал. В каких я больницах Москвы только не лежал? В год по нескольку раз. Ни одного органа не было здорового. После моего служения в армии я в Германии служил. Но когда я в 25 лет стал сам, сам собой заниматься, стал заниматься. Все. Все. От того, что было, все, ничего не осталось. Я эти тонны этих лекарств пил. Этих столько рентгенов прошел. И мне врачи говорили, мы ему ничего не можем сделать. А там ерунда какая-то была. И когда я, я, будучи не врач, понимаете, я не имею медицинского образования, хотя сегодня у меня книг по медицине больше, чем, наверное, у любого врача, из этих 14 тысяч книг, которые я сегодня имею, столько у меня книг по медицине. Да какие книги? Но тогда-то я этого не знал ничего. И вдруг я просто выбрал какие-то методики для себя сам, вот размышлял, поразмышлял, и вдруг пошел на риск на такой. И начал что-то делать. И на сегодняшний день, я, может быть, завтра умру, может быть, сегодня ночью я уже умру. Но я до сегодняшнего времени, мне будет скоро 80 лет, я ни разу не обращался больше по поводу тех болезней, с которыми я мучился. И матери своей говорил, мама, я даже не доживу до 25 лет. Я так страдал. А я здоровый был, крепкий человек. Поэтому сегодня, чтобы разрешить любой вопрос, вопрос коррупции, вопрос разводов, вопрос измен, вопрос мата и множество других абортов. Здесь в другом, мы не можем сказать, перестаньте делать аборт. Если женщина, мать, для которой есть функция на планете Земля, есть функция воспроизводства рода человеческого, надо рожать не уродов, не больных, независимых от смерти, а нормальных. И вдруг эта женщина, вместо того, чтобы вынашивать, радоваться своему, своей беременности, радоваться, быть счастливой от своей беременности, она берет и убивает. Она убивает 40 детей, или больше 40 детей, которых, как я сказал вам, я уже встретил таких женщин. И как сейчас модно, отказываются от детей, child free, идеологии. Да, сегодня, я разговариваю с многими женщинами, я говорю молодым женщинам, у вас есть дети? Да, я родила, я оставила его в больнице. Она встала и сказала, возьмите его себе. Но если представить себе, что я в это же время общаюсь с врачами, я обращаюсь с адвокатами, с прокурорами, с судьями. Я обращаюсь, общаюсь с огромным количеством людей из совершенно разных сфер. И эти люди что мне говорят? Поэтому я не схожу из того, чтобы осуждать власть, например, не приведи Господь. Я сегодня говорю о том, что мы в России сегодня провели уже эксперимент, мы попробовали уже без Бога, мы уже попробовали. Все, давайте, перестанем. Давайте заберем эту историю, отменим. Мы попробовали уже без Бога. Сто лет в 2017 году мы отметили сто лет нашей революции. Все, давайте попробуем сейчас вернуться к тому, что должно быть на земле. Не просто как эксперимент, а вернемся к тому, что прислушаемся голосу Творца, голосу того, кто сотворил этот мир, как эту машину сотворил Творец. И когда люди, мы везем на нашу машину, которая плохо у нас двигается, или что-то мы видим, заминки в ней, едем к мастерам, которые этим занимаются, и говорят, посмотри нашу машину, что ей делают. Диагностику машины не говорят, смотрите, у вас вот это не работает, клапан не работает, у вас там инжектор не работает, то-то не работает, и так далее. Нам же говорят об этом, правильно? Так и здесь с человеком, понимаете, то же самое с человеком. Это не просто поставить новое сердце. Семь раз операцию сделали Рокфеллеру за его жизнь, семь раз на сердце сделали Рокфеллеру операцию. Но он же все равно ушел из жизни. Да, он дожил до 102 лет. Его дотянули. Но семь операций на сердце. Мы живем очень мало сегодня. Япония сегодня превзошла всех. Она уже сегодня нам показывает уже десятки тысяч людей, которые достигли столетнего возраста. Это как программа государства. Но они это делают без Бога. Это технология. Это разные вещи. Мы путаем технологию. Вот когда вы говорили про Олимпийские игры, это технология. Из мужчины сделать женщину, из женщины сделать мужчину. Это технология. Это совершенно другое. И это уже даже прописано в апокалипсисе, что это будет, даже это у Бога прописано. Он нас обо всем предупредил. Он нас уже ко всему подготовил. Он все уже приготовил. Чтобы для нас ничего внезапного не было. Поэтому на сегодняшний день нужно совершенно новое сознание. Совершенно с новым сознанием нужно подходить к устройству России. Почему России? Потому что Россия сегодня остается еще верной православию. Да, процент небольшой, который ходит в храмы. Но люди православные, люди крещенные, а не крещенные люди. Мы никогда не изменяли православие. Мы всегда были верны православию. У нас не было колебаний никаких. Вот это очень важный момент. Да, есть ислам у нас в России, есть буддизм у нас в России, есть другие верования. Но мы всегда были на базе, на уровне государства, на уровне нашего менталитета. Мы были православным народом. И в трудные времена для ислама, для жителей ислама, они обращаются к православию. Они обращаются к нашим иконам, к нашим святым обращаются. Они просят нас помолиться о ком-то. Потому что они не обладают этим, у них этого нет. Поэтому сегодня Россия, которая уже показала миру, дала прекрасный язык, показала. Какой язык русский? Это же немыслимо просто. Мы показали свою культуру через искусство, через образование. Посмотрите. Что они умеют в России делать? Мы талантливейший народ. И больше того, именно нам Господь верил огромнейшую территорию. У Российской империи была территория 22,5 миллиона квадратных километров. Он верил этому народу. Значит, он знал, Бог знал, что мы сумеем обработать, оккультурить эту землю. Мы сумеем на этой земле столько создать родителей людей, чтобы они были здоровыми, крепкими. Они такими были. Мы знаем, что в сельской местности фактически никаких врачей не было. Потому что они не нужны, эти врачи. Если правильный уклад жизни, правильный, а правильный означает праведный, то нам не нужны врачи. Да, когда есть урбанизация, когда есть промышленные города, когда есть нарушенный воздух, уже он ненормальный воздух, когда ненормальная вода, когда ненормальные продукты, когда ненормальная земля, которая сегодня без химических удобрений уже ничего не рожает, она алкоголичка стала. Там другое дело. Ну, Российская империя. Чего там только не было. Владыка, вот если смотреть на историю России, многие, не только я пришел к этому выводу, но и многие пришли к выводу, кто изучал этот вопрос, глубоко изучал вопрос, как только государство и народ отходили от Бога, то тут же случались какие-то катаклизмы или катастрофы, или какие-то события, которые возвращали нас... Эпидемии. Да, эпидемии, которые возвращали нас всегда в лоно православной церкви обратно. То есть Господь нас через это, в том числе через катаклизмы, через сложные времена, через войны возвращал к Богу. Мы проходили вот этот путь метанимии постоянной. Россия брала на себя роль вот этой жертвы. Иногда даже брала на себя, возможно, грехи всего человечества. Но, знаете, вот этой эволюции, вот вы говорите, что нужно прийти, вот опять вернуться к Богу и вернуться к праведному миру, к праведному укладу жизни в России. Возможно ли это сейчас, скажу сложный, провокационный вопрос, возможно ли это эволюционным путем? Или вновь, знаете, мы не учимся на собственных ошибках, мы говорим о том, что мы изучаем историю, у нас огромные тома, этой истории написаны, тысячи историков там, изучали все эти архивы. Но мы каждый раз совершаем одни и те же самые ошибки, и каждый раз приходим к тому, что Господь вынужден создавать такие условия, что все тут же заполоняют храмы. Ну, вы в проповедях тоже часто об этом говорили. Когда Великая Отечественная война началась, эти храмы, которые ранее были пустые, потому что была, очевидно, совершенно другая государственная идеология, уже тогда это проникло в народонаселение, народ уже отходил от этого, народ уже говорил о том, что православие, это что-то такое старое, эти общества знания там были, там работали, воинствующие безбожники, атеизм научный и прочее, прочее, прочее. И люди отошли. И вдруг мощнейший катаклизм, и храмы, которые ранее были пустыми, те, которые остались еще, которые не закрыли, которых не разрушили, и вдруг они вновь наполнились людьми. Сейчас мы видим, что огромное количество храмов в России их строят и строят, возрождают, и это радует, на самом деле, по меньшей мере, возникает постоянно напоминание о Боге, по крайней мере. Это и красиво, и люди стремятся к этому, великая архитектура, замечательная. Но людей в этих храмах, по моим скромным оценкам, я посетил много городов России, в этих храмах мало людей сейчас. Хотя СВО, хотя был уже ковид, казалось бы, уже есть какие-то такие звоночки, сигналы. Знаете, есть полное ощущение иногда, что вот мы люди, как, знаете, с какими-то кастрюлями ходим, да, и у нас эта кастрюля мешает слышать Бога. И Господь иногда там берет какую-то маленькую ложечку, да, и так, дзынь, так по этой, по кастрюльке, так легонько, да, у нас там вроде в ухе где-то заружало, мы поняли, что что-то тут не то, да, что-то вроде что-то. А потом возникает какой-то, вот надо половником ударить, чтобы человек понял, осознал что-либо. Вот возможно ли это в России, что мы придем к этому пониманию эволюционным путем, или все-таки мы опять же придем к тому же самому, к той же самой апокалиптичной истории, когда вновь возникнут какие-то события, страшные события, которые никто не хочет, ни один человек не хочет этих событий, никто не хочет мировой войны, никто не хочет мировых эпидемий, никто не хочет мирового голода, глобального, масштабного, но мы понимаем, что мы даже это понимаем, осознаем, что есть силы, которые это готовят для всего человечества, как некую программу. и эти силы сейчас набрали сход, и эти программы уже в стадии некой реализации, мы стоим на пороге этих великих событий. Но люди это пока не осознают и не понимают. Вот вы как бы правильно совершенно, мне это запомнилось, потрясающе запомнилась вот эта идея, мне картина перед глазами, 22 июня 1941 год, вам и не снилось. Это картина современного художника, потрясающе замечательная, где пара спит еще утро и видит, что летят уже эскадрильи немецкой авиации на Советский Союз. Вот есть ощущение, что мы, Россия, это тоже такой же спящие, спящие такие люди, то есть мы не осознаем, что мы находимся на пороге неких событий, возможно, на пороге катастроф. Есть ли у вас такое ощущение? Или вы все-таки склоняете к тому, что возможен путь такой милосердный для человечества, что произойдет какой-то сдвиг у человечества, что есть какие-то делатели, потому что это же слово Бога через людей проникает, через каких-то делателей, а сейчас есть ощущение, что оскудело старчество, как говорил Серафим Саровский, будет много церквей, но людей, которые говорят живое слово, не так много сейчас, особенно сейчас в церкви. Вот есть это ощущение? Или все-таки есть шанс на спасение? Другое спасение, по другому сценарию. Смотрите, когда машина не работает, мы заменили запчасть, мы с вами можем даже эту машину выбросить и купить другую. Но если бы я имел узкую специализацию в своем видении мира, тогда можно было бы там прийти к каким-то утешительным результатам, даже можно дать было бы какое-то доказательство, какую-то доказательную базу. Но я размышляю, я ищу книги, умею есть книги по экологии, очень много книг по экологии, да? Хорошо. Мы говорим, разумное человечество сегодня или неразумное? Ну как, скажите, пожалуйста, мы сегодня выбираем газ. Сегодня есть, скажем, некая инженерия, которая может уже точно сказать, например, сколько в этих недрах есть газа осталось. Сколько вот здесь осталось, например, нефти. Сколько осталось вольфрама, молибдена, золота, алмазов. Сегодня мы уже можем вот эту диагностику сделать и сказать. В Омане там, насколько там, на 6 лет осталось, допустим, нефти. Там, в Саудовской Аравии там на 12 лет осталось нефти, да? Вот я думаю, что сегодня те люди, которые вот управляют миром, ну, будем выражаться, то, что мы знаем, 500 транснациональных корпораций, да, капиталистических корпораций, которые фактически имеют все финансы мира, в руках которых все финансы мира, да, они сегодня понимают вообще, что они делают, да, они заработают эти деньги, но уже завтра не будет нефти, не будет газа, не будет всех остальных природных ресурсов. мы можем назвать сегодня человечество нормальным вообще или нет? И что это за феномен, как его рассматривают? А что это такое? Что это такое, человек употребляет наркотики и без них жить уже не может? Посмотрите, человек не может жить уже без наркотиков, а этот человек уже не может жить без денег. Смотрите, уже никого это не волнует, сколько их будет? Вот, говорит, Шевцовый там 34 миллиарда там, допустим, на криптовалюте, да, даже трудно представить себе, вот у меня зарплата была 40 тысяч рублей, у меня зарплата была, я ее раздавал, эти деньги раздавал, да, и то 40 тысяч, это же такие, я помню, сколько получал мой отец, мать там, допустим, да, и вот на сегодняшний день я спрашиваю ученых, спрашиваю, скажите, смотрите, вы сегодня разрабатываете такие мощнейшие механизмы машин, которые этот уголь выбирают, которые качают эту нефть, этот газ, вы что делаете? Я совсем не могу сказать, что мне Илон Маск нравится, который сегодня уже много лет, много уже лет готовит вот этот переезд человечества, или там тех, кто сможет купить эти билеты на Марс, я смотрел много раз эту программу, американскую программу, которая вот уже готовит это все, да, там, ученых подбирают, которые там сумеют там, вот, освободиться от этого, значит, вот, от этой температуры воздуха, там, минусовая очень мощная температура, очень низкая, человек жить пока не может. Есть проекты и в Саудовской Аравии, на Земле, в искусственной среде полностью воссоздают полностью. Но смотрите, если мы на этой уникальной красавице Земле, которую уже в 20 веке видели космонавты, там, Гагарин когда увидел это, понимаете, да, они увидели красивую эту планету Земля, но они увидели и планету Земля, которая дымится от этой промышленной революции. Мы же должны понимать, например, да, есть сегодня виды оружия, которые могут способны уничтожить не то, что там народы, понимаете, континенты целые. И не нужно Америку бомбить, понимаете, достаточно в воду хорошо бросить хороший вид оружия какого-то, чтобы их смыло просто. И уже все это есть. Я уже не говорю про Японию, про Японию просто жаль, жаль о них думать вообще, просто жаль их. Это малюсенькая территория, понимаете, где они достигли феноменальных сегодня научно-технических каких-то достижений, конья. Но завтра от них ничего не останется. А может быть, Господь возмутится. А может быть, сама природная среда возмутится и сбросит человечество с себя. Но мы задаем вопрос. Вот у меня есть, я же каждый день пишу, каждый день пишу, да, и вот у меня есть одна есть запись. Можем ли мы себя называть гомо сапиенс, гомо сапиенс, что мы разумные люди. Мы разумные человечества. Кто мне докажет, что мы разумные человечества? Пусть мне кто-нибудь докажет. И на ваш посыл я вам столько всего скажу. Такую дам доказательную базу, что мы не просто неразумные. Мы пали ниже животных, ниже всех участников земной или живой планеты Земля, всех участников. Они сегодня все страдают из-за кого? Только из-за человека, которому Бог верил эту уникальную живую планету. Он творением верил. Смотри, вот я отдаю тебе, человек, вот плодитесь и размножайтесь, вот господствуйте над всем, то, что здесь есть, господствуйте. Но он уже не сказал, что без меня господствуйте. и вот на сегодняшний день вы говорите, можно ли, что там и революция, и боются, до сегодня уже те люди, которые владеют не только деньгами, за эти деньги они сумели иметь, сумели нанять хороших специалистов, которые сегодня уже просчитали, сколько природных ресурсов осталось на планете Земля. все, все, конец. Когда я выступал в Республике Сербской, в Банилуке, в столице Республики Сербской, там зал человек 700 народа было, элита была фактически в Банилуке, ученые были, правители были, я сказал, представьте себе на сегодня на живой планете Земля, на всей планете Земля, на одни сутки мы отключим электричество, только на одни сутки. Вы знаете, ни в одной аудитории я ничего подобного не слышал. Зал заревел, он просто ревел. Это не возглас был, это было время какое-то, зал ревел, рев был в зале, все почувствовали эту катастрофу. По прошествии какого-то времени я включаю другую, бросаю в этот зал еще одну формулировку, а теперь представьте себе, рванет все оружие накопленное человечеством, не только ядерное, атомное, водородное, все оружие, которое накоплено человечеством, это гомо сапиенс, накопил. Это безумное человечество это сделало. От кого оно защищается? Оно защищается само от себя. Вы посмотрите на историю народов, европейских, других, они все время между собой воюют, что-то доказывают друг другу, мы же ненормальные люди. А сейчас мы бросили вызов Богу. смотрите, и мы на сегодняшний день, то, что мы строим вот эти города, вот эту урбанизацию строим, мы как будто хотим Богу доказать, и те люди, которые мы называем тайными обществу, они хотят доказать миру, Богу доказать, что вот они разумные, посмотрите, что мы делаем, но мы это делаем при наличии природных ресурсов, которые сотворены Богом, которые находятся в таких формулировках и в таких формулах, что поговорите с учеными, они говорят, да там все просто идеально отточенные формулы, и если будет только на одно мгновение какое-то будет, эта формула будет не такая, а будет иная, уже работать не будет, это закон, этот объективный закон работать не будет, это вещество не будет действовать, этот элемент не будет действовать, эта клетка не будет работать, вы посмотрите, и вдруг мы сегодня со своим рассудком мозга нашего, головного мозга, с этим примитивнейшим рассудком вмешиваемся в эти процессы, нарушаем их, и, конечно, мы получаем обратную связь, мы сегодня видим, что происходит на планете Земля, и, конечно, хорошая очень для нас всем репетиция, это, конечно, ковид, это была репетиция для человечества, то есть, некий мировой центр попробовал сегодня, как мы будем реагировать на их сигнал, сигнал поступил ковид, все человечество, кроме трех республик, трех государств, все человечество запретили работать, запретили выходить из дома, и все подчинились, это же прекрасная репетиция, поэтому на сегодняшний день все люди, которые по-настоящему занимаются нашей живой планетой Земля, поговорите с учеными, поговорите с людьми, кто действительно этим занимается, богатейшие люди мира, посмотрите на них, что они делают, они говорят, да нет, природные ресурсы все просчитаны, они уже заканчиваются, все, конец, поэтому надо бежать с этой планеты Земля, надо оставить ее, но перед тем, как убежать, что надо сделать, надо сократить до минимума населения на Земле, другой формулы не существует, и вот на сегодняшний день самые различные формы предлагаются, как сократить это население, да, революции, войны, ненормальная пища, дурные зрелища, электронная музыка, и множество, множество, наркотики, алкоголь, там, никотин, когда читаешь вот эти статистику, сколько мы употребляем сигарет в год, это триллионы, триллионы просто искусственного табака, зачем, я спрашиваю, скажите, зачем вы курите, три ответа, сам не знаю, почему курю, второй ответ, все курят, и я курю, и третий ответ, не могу бросить, все, больше ничего нет, никакой пользы, никакой, просто, вы имеете образование, да, я имею образование, посмотрите, что написано на сигарете, курение, это смерть, посмотрите, вы хотите умереть, зачем, и вот этот момент на сегодняшний день, можно ли что-то сделать, или нельзя, да и мы с вами ничего не решаем, ковид показал нам, в храмы никто не бежит, то есть, уже сегодня искусственное человечество, это уже новое качество природы человечества, которое уже не реагирует на сигналы Бога, это человечество уже не знает путь к Богу, это человечество не знает уже дорогу к Богу, помните тот фильм, да, если дорога не везет к храму, зачем тогда все остальное, да, поэтому мы на сегодняшний день уже находимся в каком-то новом качестве, поэтому вдруг Олимпиады, мы привыкли к определенной форме чемпионата мира по какому-то виду спорта, мы привыкли к какому-то стандарту Олимпиады, как он проходит, как открытие совершается, закрытие совершается, и вдруг сегодня нам показывают нечто, но показывают не где-нибудь, а в Париже показывают, это же не случайно Париж избран для этого, и где-то Олимпийский комитет на это соглашается, и хотя разработчица этой программы принесла извинения за свою программу, но это сделано не на уровне одного человека, это сделано не на уровне какой-то группы людей, это сделано на уровне организации Олимпийского комитета, это же не шутки, это же тысячи тысяч людей знали о том, что будет, делали такую программу, готовили ее, и ее приняли, да, много возмущений, да, много возмущений, но что эти возмущения, все принято, все работает, все действует, и как вы сказали, все уже бывшие мужчины, сегодня они уже женщины-боксеры, понимаете, и все прочее, все нормально, то есть мы переступили какую-то черту, черту, мы принесли сегодня черту, мы сегодня принесли, перешли эту черту не только на уровне природных ресурсов, которые мы перебрали, мы назад уже не вернем, мы переступили черту на уровне демографии, 1,3, мы не вернемся уже в нормальном состоянии, мы переступили черту, все, все, о каком воспроизводстве может речь идти в России сегодня, когда 1,3, 1,4, о чем мы вообще говорим, но и вопрос 1,3,4, каких больных, зависимых, уже ненормальных, поэтому сегодня мы вот о чем говорим, сегодня уже другие вещи совершенно. Да, кстати, Владыка, это вы очень правильную вещь обратили внимание, что здесь вот KPI, ключевые показатели эффективности, настолько сейчас зациклены в этих цифрах, потому что действительно, кто говорит о качестве, будет у нас 1,7, примерно, о качестве этого народонаселения, это большой вопрос. Владыка, ну и наверное, знаете, вот вопрос, который бытовой, потому что очень многих этот вопрос мучает, мы знаем, даже есть книги наших замечательных проповедников, которые назывались так, как жить в современном мире, как жить в этом мире, этот вопрос, наверное, волнует всех, причем не только в России, но и во всем мире, причем людей, которые православные, которые понимают, которые хотят идти путем Христа, или по крайней мере, соблюдать нравственную чистоту, и они понимают, что сейчас в этом современном мире, когда вокруг столько сетей, когда вокруг расставлено столько капканов, когда этот рыкающий лев, как говорили, ищет везде, кого бы пожрать, когда это все настолько стало уже чрезмерно, когда уже человечество переступило эту границу, когда это уже не просто не норма, где-то обращают внимание на ненорму, но ненорма становится нормой, ее агрессивно навязывают, эта ненорма, люди это понимают, может быть, где-то это неосознанно, где-то это на уровне духовном, на уровне нравства, например, противятся этому, и понимают, что жить в этом мире очень сложно стало, ну, почти что невозможно, что вы скажете этим людям, на что обратить внимание, может быть, какой-то совет, что этим людям сделать, чтобы спастись в этом мире, в современных условиях, в условиях, когда вот этот самораспад, то есть человечество взяло курс на самораспад, как спастись на Титанике, вот этот Титаник, то есть мы на одном этом большом крейсере, кто-то в первом классе танцует, веселится, кто-то во втором классе подметает там полы или накопил деньги, какие-то крысы какие-то там тоже бегают там и прочее, есть капитаны, которые ведут этот Титаник на этот айсберг, и все понимают, чем закончится история этого Титаника, так как спастись в этих условиях, мы не берем историю этих героев из известного фильма, ну так, посерьезно, потому что большинство людей именно это хочет услышать от проповедников, чтобы они сказали, дали программу, мы люди такие, знаете, хотят рецептов простых, вот может быть что-то скажете, что дошло бы до глубины сердца, и эти люди сейчас услышав ваши слова, коренным образом изменили свою жизнь, возможно что-то сделали, какое-то действие свершили, потому что здесь одного понимания не хватает, сейчас время действий, очевидно, понимания недостаточно, многие понимают, но никто не понимает, как, как, что делать, что делать вообще, многие, я знаю, сейчас интуитивно начинают уезжать в природную среду, жить в природной среде, я знаю, что вы тоже очень многое говорили о том, что жить необходимо в природной среде, возвращаться человеку в природную среду, это один из рецептов, но что-то может быть еще вы скажете на этот счет людям, уважаемым слушателям, которые сейчас внимательно наблюдают за нашим диалогом. Вы знаете о том, что я очень много занимаюсь людьми, я так много занимаюсь, так много, то есть малейшее вот ко мне обращение, вот малейшее обращение, и уже я уже вот готов сразу беседовать с людьми, включаюсь, дети, подростки, взрослые люди, где угодно, в самолете, там, на вокзале, там, где угодно, и вдруг я этим людям сейчас говорю, вы знаете, вот при таком раскладе, которым мы с вами немножко сегодня прикоснулись, я говорю людям сегодня, сегодня можно организовать прекрасно свою жизнь, замечательно, дело в том, что мы с вами находимся сегодня вот в бытовом сознании, вот это бытовое, я не говорю сейчас термином вот девятнадцатого века мещанской сознания, а говорю вот в бытовом сознании, бытовой уровень восприятия мира, и через вот эту призму бытового уровня мы оценим этот мир. смотрите, Бог-творец нам дал три периода жизни, вот мы в животике матери, дальше мы выходим вот в этот мир, и этот мир наш начинается, становится подготовкой для будущей вечной жизни в Царстве Божьем. если правильно выстроено образование, если правильно выстроено здравоохранение, если правильно выстроено природопользование, если правильно выстроены законы, вот правовая база, все замечательно, все замечательно, если это не выстроено на уровне государства, то это можно каждый человек и каждый из нас может сегодня выстроить на своем личном уровне, И перед вами я, например, потому что нам нужна доказательная база, я в данном случае себя показываю. Я показываю общину, которая у меня была в Иваново, 150 человек, община была, люди разных сословий, разных возрастов, разного пола, да. У нас не было разводов, у нас не было больных людей, у нас не было никаких трений на родовом уровне, на уровне с обществом. Это уникальная буквально программа была, которая просто непонятно была совершенно, как можно было в городе первых советов вдруг организовать. Из людей, которые были и женами мэров города, допустим, и родственниками губернаторов, допустим, и из прокуратуры, и судейского сословия, и учителя, и врачи. И вдруг эти люди, образовавшись, вместе соединившись вот на платформе церкви, маленькое отличие от всех остальных жителей, 426 тысяч жителей тогда жило, маленькое отличие. Вот эта группа пришла, просто переступила на другую территорию. Немножко переступила. Начало 90-х годов, прям начало 90-х годов. Я 18 лет там пробыл. И вдруг они попадают просто на территорию церкви, и вот я с ними начинаю заниматься. Из них формирую вот эту вот, скажем, модель общины. Общество некого. О, некое общество. Это, значит, 150 человек и ядро. У каждого там 10, 5, 8, 10 родственников, близких. Это полторы-две тысячи человек, допустим, да? И вот эти люди живут совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Сейчас я говорю, отвечу сначала вам на вопрос. Да, сегодня многие люди уезжают в природную среду. Они несчастные люди. Они выезжают туда, закрываются в своих дворцах. Они даже не общаются с соседями, кто рядом с ними. Они даже иногда не знают, кто рядом с ними живет. Они наслаждаются своей собственностью, своей какой-то отличительными какими-то характеристиками, не понимая того, что они тоже уйдут из этой жизни. Потому что так предусмотрено творцом. Поэтому вы задали вопрос, можно ли на планете Земля сегодня еще что-то сделать. Можно ли в России у нас что-то сделать. В России сегодня огромное количество территорий, где можно прекрасно устроить свою жизнь. У нас в России сегодня, кроме нефти, газа, всего, у нас есть самая высшая драгоценность. У нас есть сегодня чистая вода, питьевая. Озеро Байкал, 40% всей питьевой воды мира. Поэтому мы сегодня в России все имеем, мы все. Мы ни в чем не нуждаемся. Все прекрасно. Есть маленькие, вот маленькие изменения, и они уже могли бы дать совершенно другие плоды. Да, потому что нужно комплексно подойти ко всему. Поэтому я сегодня сказал бы всем, что нужно обязательно сделать шажок в сторону церкви. Только вот почему. Потому что церковь готовит тип личности, который пригоден будет для будущей вечной жизни. Вот в чем вопрос. То есть наша урбанизация, наше профессиональное образование, защита кандидатских, докторских, они не дают нам того, что нам нужно для будущей вечной жизни. Вот в чем вопрос. Бог нам дает эталон человека, который нужен для будущей вечной жизни, для Царства Божьего. А это обязательно произойдет. Это в заповедях он дается. В заповедях дается. Да? И даются еще некие средства, такие как вера, например, любовь. Дается дальше. Дается покаяние дается. Перед покаянием дается исповедь. Для тела дается пост. Молитва дается. И, конечно, причащение тела и крови Господа. Поэтому это все есть, это все понятно. Но людям сегодня, которые есть, они сегодня нигде этого пройти не могут. Это не преподается в школах, в детских садах. Это не преподается в профессиональных учебных заведениях. Это нам не дают сегодня средства массовой информации. Сегодня могло бы телевидение давать, интернет мог бы давать это. Отдельные эпизодические выступления каких-то священников и епископов. Это не системный подход. Это не системный подход. Поэтому речь идет о чем? Что сегодня нужно смотреть, оглянуться назад. Сегодня замечательное время. В чем замечательное время? Сегодня почише-то изданы, фактически изданы все книги, которые были когда-либо издавались. Вот это очень важный момент. Многие хорошо переизданы. Я слежу за тем, что выходит. Иногда опыт церкви прописан за тысячи лет. Опыт церкви феноменальный. И вот этот очень важный момент. Без меня творить ничего не можете, Господь говорит. Вот я обращаюсь к каждому сегодня человеку. Сделайте этот шаг хотя бы в храм. Хотя бы в храм. Храм – это дом молитвы. Храм – это еще не вся церковь. Храм – только эпизод, элемент церкви. Звено церкви. Ну хотя бы в храм придите. Попробуйте побеседовать со священником. Попробуйте войти в интернет, поискать что-то. Сегодня отец Андрей Ткачев много дает. Алексей Ильич Осипов много дает. Сегодня очень есть, что выбрать. Сегодня много есть, что выбрать. Каждый для себя найдет по своему интеллекту, по своему уровню развития, по своему какому-то внутреннему уровню. Он для себя найдет того проповедника, который ему понадобится. Не найдете живого, реального проповедника – поищите книги какие-то. Книги столетиями, вот две тысячи лет назад, две тысячи лет издаются прекрасный опыт церкви. Он очень важный, опыт церкви. Если вы сейчас скажете, что есть опыт других религий, если вы скажете, что есть опыт других практик, конечно, есть, кто-нибудь будет против этого, только вы не попадете в Царство Небесное. И Ниуму Вайкин, который всем, знаете, уже прям чуть ли не панацеей был от всех вообще болезней всего, посмотрите, как он мало прожил. И как он ушел, в каком состоянии ушел из жизни. Вы посмотрите, я знал очень многих целителей, я очень многих знал людей, которые такие разработали схемы, но как они ушли? Потому что без Бога не до порога. Я умоляю сегодня тех, кто услышит нас, кто посмотрит вот эту передачу. Я сегодня, кстати, вам всем должен сказать, что я не готовился к этому. Мне просто предложили вот прийти и побеседовать. Я умоляю всех вас, сделайте этот первый шаг в храм. Сделайте его. Обратитесь к Богу с простыми словами, с простыми словами. Господи, я ничего не понимаю. Вразуми меня, Господи. Скажите просто только, Господи, скажите просто, Господи, помоги мне. Господи, помоги сыну моему, моей дочери, моей жене, моему мужу, моему отцу-матери, моей тете-дяде, моему крестному и крестной. Господи, помоги нашим правителям, нашим учителям, нашим врачам, нашим законодателям, нашим ученым. Помоги им, Господи. Простые слова. Я фактически каждый день прошу Господа. Господи, за каждого. Я, конечно, из-за нашего президента каждый день молюсь. Каждый день. За премьер-министр, за первых людей в правительстве. Конечно. Они даже не знают это, я за них молюсь. За воинов у многих, за военачальников молюсь. За учителей, за министров многих, которых я лично знаю. Или о которых я слышу только, что они есть. Конечно, за наш законодательный орган, за Государственную Думу. Некоторых людей я знаю там на высоком очень уровне. Конечно, за первых лиц я молюсь, за Государственную Думу, Советы Федерации. Конечно. Поэтому на сегодняшний день нам нужно вот этот шаг сделать. Но нужно нам сделать второй шаг. А еще, скорее, может быть, он должен быть первым. И если мы этот шаг не сделаем сегодня, то у нас с ним вообще ничего не получится. Нам нужно перестать осуждать друг друга. Нам нужно простить всех людей, кто нас обидел, огорчил. Нам нужно вот это сделать, совершить. Потому что не может быть одновременно вода грязная и чистая. Она не может быть. В одном сердце не может уместиться и зло, и добро. И когда я исповедую людей, когда я беседую с людьми, я вижу, что у некоторых такая глубина, такой глубины обида, что они с собой ничего не могут сделать. Они с этой занозой ложатся спать и просыпаются. Они с ней ходят, едят. Они едут в отпуск. Они с этой занозой. И у них нет радости жизни. Оставьте это. Мы из этого мира ничего с собой не возьмем. Ничего. Сегодня речь идет о совершенно другом. Мы не говорим сегодня, как заработать деньги, как что-то больше приобрести, понимаете. Не случайно Бога-человек Христос говорит, какой выкуп даст человек за душу свою. И для тех людей, для которых материальное начало на первом месте, Он говорит, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то нет в том никакой пользы. А почему нет пользы, мы говорим? Да потому что с собой ничего не возьмешь. Я все время думал, что же Рокфеллер и Ротшельд с собой заберут из этого мира. Оказывается, ничего не взяли. И вот сегодня, я думаю, можно жизнь свою устроить. Можно замечательно устроить жизнь. Да, мы, конечно, выкачали из тела Земли то, что назад закачать уже невозможно. Но Господь нам не указал сроков окончания. И второго пришествия, когда он придет. Мы можем жить безбедно. Воздух еще есть, вода еще есть, особенно в России. Поэтому сегодня, я думаю, может быть, еще исполнится. Вот вы все время мне напоминали и говорили, ну что с Россией, с Россией, с Россией. Вот я надеюсь, что Россия выйдет на такую оптимальную модель близнедеятельности на планете Земля, когда вот что-то здесь получится невероятно. Я не знаю, это сделает российское население, или, может быть, российская территория станет привержищем для людей из разных народов, которые сегодня жаждут жить другому. Они не хотят жить так, как им предлагают сегодня. Те, кто управляет миром. Поэтому, может быть, на территории России соберутся удивительные, уникальные люди со всего мира. И скажут, что же мы раньше сюда не могли приехать? Когда я читаю о дореволюционной России и вижу, как хорошо здесь было немцам, французам, евреям, полякам, как хорошо им здесь жилось. И мы знаем наших писателей, поэтов, Пушкин, Вермонтов, которые имели корни совершенно нероссийские. Поэтому сегодня я счастливейший человек, что я родился в России, что Россию и нас с вами знает весь мир, нами любуются, нам завидуют все, кому можно ещё только вообще позавидовать, даже богатейшие народы мира, и то завидуют нам. Потому что, ну, что такое Китай, что такое Индия по сравнению с Россией. Владыка, в совершении разговора хотел к слову присоединиться к вашему замечательному, такому духоподъёмному сейчас речи и сказать о своём, коротко рассказать о своём опыте общения с великим старцем Гавриилом. Я знаю, что я вам рассказывал, но я рассказываю не только вам, но и всем слушателям. Когда сподобился оказаться на Афоне, мы абсолютно случайно, но мы понимаем, что у Бога случайностей не бывает. Вдруг внезапно я оказываюсь возле кельи великого старца Гавриила, который близкий друг Паисия Святогорца, святого, и тоже человек, который живёт своей жизнью. Это абсолютная величина в православном мире. Я думаю, что сейчас это там, ну, просто высота той, которая, ну, недостижимая высота православного мира. И когда мы пришли к нему, у него обычно был келейник. Андрей, его многие знают, он поляк, но он по-русски разговаривает, он обычно переводил. Ну и мы тут оказываемся, вдруг этого Андрея не оказывается возле этого дома. Мы топчемся возле кельи старца Гавриила, думаю, что делать вообще, не понимаем вообще, что, как, как вот. Мы вроде как-то что-то слышим, какой-то шорох идёт. Мы понимаем, что, видимо, там старец всё-таки сейчас что-то паяет, что-то сейчас произойдёт. И вдруг мы даже не говорим ничего, мы не говорим, потому что мы не рискуем нарушить тишину, которая там, потрясающая тишина. И вдруг мы слышим слова, он ещё не появился, но появились его слова перед тем, как он открыл дверь этой своей покосившейся небольшой избушке, и он сказал первую фразу. Россия, вперёд! Он, грек, который не разговаривает по-русски, ничего не знал, он даже не знал, что, как он догадался вообще, что русские пришли. Первая и единственная фраза, которую сказал Россия, вперёд! Вы знаете, я тогда, когда ехал на Афон, у меня было такое желание пообщаться со старцем. Желание такое, я какие-то даже глупые вопросы записывал, думаю, что я скажу, там, и прочее. Такие же глупые, как сегодня вам задавал, Владыка. И вдруг мне, Господь мне не даёт возможность задать эти глупые вопросы. Я понимал, что мне это и не нужно было. Всё остальное я увидел в этих двух словах «Россия, вперёд!». Это было наставление от великого старца. Я думаю, что не только мне, но и всей России. А всё остальное я увидел просто в его глазах. Потому что, когда я заглянул в его глаза, то я вспомнил какие-то слова какого-то великого человека, который сказал, что я вам желаю хотя бы раз в жизни и такую возможность, счастья, заглянуть в глаза старца, чтобы в его глазах увидеть Царствие Небесное. И у него то состояние я запомнил навсегда и на всю жизнь. Потому что, когда я увидел в его глаза, я провалился в какой-то портал, который меня вознёс наверх, то есть какой-то как в трубу. И я оказался в состоянии у такого школьника, который за щёлочку забора заглядывает в какой-то дивный сад, где пели райские птицы, и я увидел это Царствие Небесное через его глаза, через него, секунда. Но мне этого было достаточно, и я тогда понял, почему Господь мне не дал возможность задать эти глупые вопросы, на которые я, возможно, бы сам получил ответы. Знаете, Владыка, я был счастлив сегодня с вами поговорить, задать эти вопросы, поглядеть и в ваши глаза, и через ваши глаза тоже увидеть и будущее нашей России, и то видение Христа, и ту энергию, которую вы сопровождаете, которую вы проводите в своих проповедях, и то, что вы сказали эти важные вещи. Мне было очень просто с вами беседовать, потому что я отдыхал на этом эфире, мне не нужно было, я тоже не готовился к этому эфиру, это была просто беседа, диалог людей, которые хорошо друг друга понимают, и которые делают всё возможное для того, чтобы дать возможность вам, в первую очередь, сказать эти важные слова для наших слушателей, для всей России, обратиться сейчас для всей России. Очень хотелось бы, чтобы эти ваши слова услышали, люди действительно положили на сердце, как вы это часто повторяете. Поэтому вы заканчиваете каждую проповедь, Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Вот я думаю, что мы так же и закончим, Владыка. Спасибо, Господи, вам за эту беседу.